Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшняя наша программа предназначена для выпускников школ и их родителей. Остальным тоже интересно будет посмотреть, если их дети собираются в будущем сдавать экзамены и поступать в высшие учебные заведения. На самые важные вопросы, касающиеся итоговой государственной аттестации, ответят гости нашей студии. Ирина Владимировна Кабанова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер 7. Екатерина Юрьевна Горобец, директор центра образования. И Анна Дмитриевна Селедкова, руководитель пункта проведения экзамена. Здравствуйте, милые дамы! Здравствуйте! Те, кто интересуется экзаменом, наверняка знают правила сдачи. И тем не менее, мне кажется, не лишним будет напомнить. Ведь они, эти правила, постоянно меняются. Что нового предусмотрено в этом году? В связи с тем, что мы все-таки вышли из режима пандемии, и если в прошлом году у наших 11-ти классников была возможность сдать в форме государственного выпускного экзамена русский и математику для получения аттестата, то в этом году данную процедуру отменили. И мы вернулись к порядку проведения экзаменов, который был у нас в 2019 году. Екатерина Юрьевна, вы не волнуйтесь, вы не на экзамене, вы всего лишь в студии телеканала «Лента», поэтому говорите свободно. Мы вернулись к тому, что было у нас уже хорошо отработано до 2019 года, до того, как у нас была пандемия. А сколько всего учеников в этом году будут сдавать единый государственный экзамен? 11-ти классников у нас сдает порядка 563 человек, а 9-ти классников у нас сдает экзамены около 1200. Обязательными для 11-го класса являются математика и русский для получения аттестата, а дальше по выбору то, куда они собираются поступать. У 9-х классов, мы вернулись тоже к традиционной схеме, у них обязательными являются математика и русский, и еще дети должны выбрать два предмета по выбору, которые тоже являются обязательными. То есть в 9-м классе для получения аттестата ребенку нужно успешно сдать 4 экзамена. А в 11-м классе нужно сдать 2? 2. 2 обязательных и по выбору... Куда вы поступаете? То есть можно 5 сдавать, можно 6, можно 9. А можно не сдавать ни одного? Получить аттестат и все? Ни одного, кроме обязательных? Кроме обязательных. Скажите, а чем руководствуются ученики и их родители при выборе предмета для сдачи экзамена? Руководствуются теми требованиями вузов, которые устанавливают на специальности, какие нужны предметы. Чаще всего у нас идет, сдается массовое общество знания, потому что оно требуется, ну, во все гуманитарные вузы практически у нас требуется общество знания. То есть если мальчик и девочка, выпускники школы, собираются пойти, допустим, выбрали для себя профессию биолога, то они делают упор на биологию, на химию, нанимают репетиторов. А если человек выбрал свой жизненный путь в сторону изучения иностранного языка, то он, стало быть, занимается английским. К моменту выпуска из школы, то есть к моменту начала экзаменационной кампании, учащиеся уже определились с выбором экзаменов. Ну, исходя из чего, они определяли этот выбор? Простите, простите, что перебиваю, но они выбрали, вы говорите, они выбрали экзамен, но они же не могли не советоваться с учителями, правильно? Конечно, однозначно. В школе даже с самого первого класса идет системная профориентационная работа. Ну, согласно возрастным особенностям начальной школы, средней и старшей. Конечно, учащиеся, которые идут в 10 класс, они уже на входе в 10 класс, они мотивированы на то, чтобы продолжить обучение в высших учебных заведениях. Каждое высшее учебное заведение выставляет свое требование, свой набор вступительных экзаменов, на которые ребенок должен ориентироваться для того, чтобы поступить на ту или иную специальность. Конечно, однозначно, решение о том, где обучаться, ребенок, учащийся, принимает совместно со своими родителями. А учитель в данном случае выступает как тьютор. Он сопровождает, сопровождает ребенка, сопровождает родителя в том числе. Ориентация на профессию должна исходить не из принципа «хочу», «не хочу», а то, что в первую очередь востребовано на рынке специальностей и профессий. То есть выпускник школы, который идет в ВУЗ, он должен стать успешным выпускником ВУЗа. И в первую очередь он должен получить ту специальность, которая востребована в данном случае в нашем регионе, потому что мы очень хотим, чтобы наши выпускники остались в нашем регионе и продолжили приумножать экономическое богатство и состояние именно в первую очередь Приморского края. Поэтому работа профориентационная в школе системная. Я надеюсь, что именно она в том числе и помогает нашим выпускникам определиться с теми самыми ВУЗами, ну и как следствие с набором экзаменов, которые нужно сдавать в виде ЕГЭ. Предположим, выпускник, старшеклассник приходит к педагогу и говорит, я хочу поступить, получить образование инженера, а сам очень плохо знает физику и математику, как я, допустим, в школе, да, но хочу поступить в технический ВУЗ. Естественно, педагог ему скажет, что не надо этого делать. Или она скажет, нет, давай нанимай репетиторов и будешь заниматься, поступишь ты в ВУЗ. Ну, смотрите, вот моя позиция, что к минимальной сдаче, к минимальному проходному баллу по любому предмету, физика, химия, биология и так далее, должна готовить в первую очередь школа. На педагогических совещаниях мы все время рассматриваем вопрос о том, что ребенок основную базу должен получить в школе. Репетитор, его роль должна быть только по наращиванию, по углублению. Если в школе нет углубленного изучения тех или иных предметов, то как раз это роль репетитора. С ребятами мы начинаем первый раз говорить о ЕГЭ, о поступлении не в одиннадцатом классе, и даже не в десятом, мы об этом говорим уже в восьмом. Когда ребята заканчивают восьмые классы, мы собираем родительские собрания, и там мы впервые озвучиваем о том, что есть два рубежа. Первый – это девятый класс. И девятый класс, экзамены девятого класса, зачастую становится основой для сдачи ЕГЭ в одиннадцатом классе. И поэтому первую такую глобальную работу мы начинаем загодя, заблаговременно, для того, чтобы и родители, и учащиеся уже для себя выстраивали будущую траекторию образовательную, свою образовательную траекторию. Поэтому, когда ребенок приходит в десятый класс, первое, что мы у них в сентябре месяце, начинаем уже работать над тем, а куда ты пойдешь учиться, а твои приоритеты. Потому что, согласно новым образовательным стандартам, обучение 10-11 класс сейчас строится через набор элективных курсов. У нас 13 обязательных предметов, и остальное все – это набор элективных курсов, которые как раз и выстраивают образовательную траекторию каждого ребенка. И она должна способствовать поступлению ребенка в будущем. Ирина Владимировна, вы так все подробно рассказываете. Вот об этом нужно говорить, мне кажется, в сентябре месяце. А сейчас мы уже подошли к экзаменам, поэтому… Ну, я хочу сказать, что наши выпускники, которые написали свои заявления для участия в ЕГЭ, они написали их до 1 февраля, имели право для написания, они уже были готовы к этим заявлениям, к этим своим волеизъявлениям, скажем так. И поэтому, ну, уже не было вот этих вопросов. Хочу сдавать физику за два дня до того, как закрываются сроки написания заявлений. Наша школьная система выдержит очередное испытание. Все ли готово к сдаче экзаменов? Да, все готово. У нас сейчас вот будет вторая тренировочная, второй экзамен 17 мая. 16 мая мы будем готовить все школы, но это я говорю про школы, которые сдают 11 классы. Три у нас школы, три пункта ПП. И определенные отведены сроки, когда школа готовится к этим экзаменам. А что такое? Тренировочная? А на этом тренировочном как раз идет, ну, раньше его называли апробация всего, и заполнение форм по итогу сдачи уже экзамена, и по тому, как идет сам процесс экзамена, как детей встречают организаторы. То есть полностью смотрится вся работа всех сотрудников, организаторов, наблюдателей общественных, технические специалисты, члены ГЭК, самого руководителя, ну, кем вот я являюсь на базе 16-й школы. То есть полностью все отсматривается, уже работают видеонаблюдения, тоже отсматривает Ростелеком, как работают камеры в аудиториях. То есть полностью все, поэтому оно и называется тренировочным. То есть если какие-то возникают ситуации, чтобы потом во время основного этапа, который начинается 26 мая, уже их как бы не возникало. Анна Дмитриевна, но ведь есть тренировки и для родителей? Были, да, у нас была тренировка, родители себя тоже испытали, они ощутили все моменты, то есть вплоть до прохождения через рамку. Также заполняли бланки, выполняли, как и ученики им выданы были, контрольно-измерительные материалы. Они всю полностью процедуру испытали на себе. Ну и правильно, я считаю, пусть попробуют, пусть побудут в шкуре учеников. Вы сказали, у нас три экзаменационных пункта, где они располагаются? Это 16-я школа, 18-я школа и 11-я. Это именно где сдают ученики 11-х классов ЕГЭ. Всегда по регламенту выделяется три дня. В понедельник мы отправляем в региональный центр, что у нас вся техника готова, и штаб тоже в рабочем состоянии. И 17 мая у нас как бы идет второе тренировочное вот это мероприятие именно с детьми. Потому что первое тренировочное у нас было просто отработка техники и организаторов, а 17-го будет уже конкретно с детьми, только их будет в уменьшенном объеме. То есть если на обычный экзамен аудитория практически вся заполнена, там 11 человек посадка, то на тренировочном будет 5 человек в аудитории. Ну то есть оно потому что тренировочное, просто как бы смотрится вся работа ПП. Дети, которые придут, они могут потренироваться и ощутить всю процедуру. Порепетировать. Порепетировать. В этот раз у нас будет общество знания и английский язык устный. Желающих детей очень много. Хотят практически все, кто выбрал данные экзамены, хотят поучаствовать в репетиции все. Но методом случайного выбора, это региональная база, сама определяет кого из какой школы детей, метод случайного выбора. И вот на сегодня 5 детей пойдут на общество знания, а двое пойдут на английский язык. Ну конечно, хотели бы поучаствовать все. Подождите, 5 детей от школы или... От школы. От школы. От нашей школы. Потому что у нас аудиторный фонд составляет порядка, если все вместе 3 ПП взять, это порядка 41 аудитории. Вы заговорили о проверке и контроле, в том числе и родительском. Что из себя представляет этот контроль? Просто уже, если вы говорите про контроль, я можно переведу тему к совету, к родителям. То есть это тоже, да, входит. В том году, во время сдачи экзамена, был случай, когда девочке стало плохо во время экзамена. Ее привели когда в медицинский пункт. Она была бледная. И просто суть была в чем? А у нее были очень плотно застегнуты пуговицы на брюках. То есть вот, казалось бы, элементарная вещь. Но, как только мы расстегнули пуговицу, как обычно говорят, когда воздуха не хватает, расстегивают рубашку, брюки, то есть чтобы какая-то свобода пошла, да, воздуха, буквально через несколько минут девочке стало лучше, бледнота ушла, как бы, она выпила воды, ей немножко стало лучше, а ей всего лишь осталось переписать с черновика уже готовые ответы в бланки, которые сдаются на сканирование. Вот, и мы ее привели, можно сказать, в чувства. Она пошла дальше, продолжила свою работу. И мы потом еще сообщили маме, мама ее потом встретила. То есть она все успешно закончилась. Просто совет мой родителям, смотреть, во что одеты дети, чтобы одежда была удобна. Сейчас в школах еще прохладно. И тоже были короткие футболки, майки. Дети еще и подмерзают. То есть это все отвлекает. Они мало того, что волнуются, и еще отвлекаются от эти моменты, как комфортно им и в чем они находятся. Безусловно, комфортная одежда, да, это важно. А некоторые, я знаю, еще очень туго затягивают волосы, хвостик на голове. Если ослабить резинку, то будет все в порядке. На экзаменах, мне кажется, родители все равно волнуются больше, чем сами выпускники. Ну, это да, конечно, волнуются. Многие даже приезжают, хотя у нас уже налажена работа, то есть есть сопровождающие от школы, которые привозят свое определенное количество детей в конкретное ПП. Они могут как остаться, так и могут уйти. Дети идут на экзамен. Ну, и в тот же момент были такие случаи, когда и родители тоже стояли за пределами школы, волновались, ждали. Ну, естественно, мы их не имеем права впустить в школу, но как бы родители, конечно, они волнуются. А проводится ли какая-то психологическая работа и с родителями, и с учениками? Ну, конечно, однозначно. Я все время, когда разговаривать, начиная с выпускниками или с родителями, я все время говорю, что успех, он складывается из нескольких составляющих. И одна из них – это психологическая устойчивость ребенка к стрессу, к тому стрессу, который он испытывает на экзамене. Бесспорно, вот эта ситуация, от которой зависит твое будущее, и плюс те требования, которые выполняются в ПП, да, к проведению экзамена, они накладывают серьезное волнение. Дети действительно, ну, очень нервничают. Еще и родители, которые требуют результат, да, все же в ожидании того, что все должно быть хорошо и успешно. Это вдвойне давит на ребенка, обстановка, требования. Мы разговариваем и на собраниях родительских об этом. Мы приглашаем психолога, у нас есть свой школьный психолог, в штате школы есть психолог. Мы приглашаем психолога с центра образования, пользуемся службой психологической поддержки центра образования. Стараемся подготовить морально ребят к тому, что их ожидает. Школа, со своей стороны, она сопровождает ребенка на каждом этапе. Начиная от подготовки к экзаменам, потом сопровождение на экзамен. Представитель от школы всегда находится в ПП для того, чтобы отследить самочувствие ребенка. Если вдруг ему станет плохо, тогда сопровождающий от школы всегда будет рядом. И у него есть свои инструкции, по которым он действует, для того, чтобы, опять же, облегчить вот это самое психологическое давление на ребенка. Стараемся, чтобы наши дети ушли от этого стресса. Хотя, конечно, первый экзамен, он намного сложнее морально, чем когда ребенок уже выходит на последний экзамен. Но это всегда так было. Конечно, конечно. Все, безусловно, отмечают, что экзамен – это такой серьезный стресс, прежде всего для учеников. Но, тем не менее, вот эту систему сдачи единого государственного экзамена пока никто не отменил, хотя разговоры об этом ходят давно. Что вы думаете по этому поводу? Система ЕГЭ все-таки позволяет нашим детям поступать не только в наши вузы, но подавать документы и в вузы Запада. ЕГЭ уравнивает возможности разных детей с разных регионов учиться и в западных вузах. Но ведь это и отток населения, и исчезновение специалистов. А вот здесь работа наша, педагогов, для того, чтобы раскрыть познание учащегося своего края, доказать ему, убедить его, что край прекрасен и удивителен. А еще прекраснее он станет, если наши выпускники останутся здесь, и свой напор, свои знания, свои стремления к лучшей жизни привожат именно здесь. Есть закон, есть порядок прохождения государственной итоговой аттестации, которого мы придерживаемся. Итак, давайте подведем некоторые итоги. Когда начинаются экзамены? Для девятиклассников экзамены начинаются уже 19 мая. Первый экзамен – английский язык. Для одиннадцатых классов в двух школах, в одиннадцатой и в шестнадцатой, это будет география, литература, химия 26-го. В одиннадцатом классе заканчивается 21 июня, а в девятых классах – 22-го. Ну и завершая нашу беседу, мне хотелось бы услышать, вернее не мне, а, наверное, нашим телезрителям, прежде всего родителям и ученикам, ваши советы перед началом экзаменов. Ну, мои рекомендации – их, во-первых, поддерживать. Для них это очень серьезный шаг и большая нагрузка вообще и в школе, и на самом экзамене. Естественно, кто первый поддержит – это родитель, мама и папа. И в эту поддержку еще также входит, как я уже повторюсь, именно одежда удобная, комфортная, чтобы не отвлекала ребенка от нормальной сдачи экзамена, чтобы он себя чувствовал комфортно за партой, когда будет сидеть, решать, отвечать, чтобы его ничто не отвлекало. Ну и моральная поддержка, конечно. Но мой совет – родителям верить в своих детей, детям верить в свои силы. Ну, должно все получиться. У всех все должно получиться. Родители, верьте и доверяйте. Не давите. Ваши дети справятся. Ну, а я хочу пожелать успешного прохождения и нам, и детям государственной итоговой аттестации. Без нарушений, без срывов, чтобы у нас все дети получили аттестаты. А я хочу обратиться прежде всего к выпускникам. Дорогие ребята, Единый государственный экзамен – это, безусловно, серьезный шаг и испытание. Первое может быть в вашей жизни, но далеко не последнее. Жизнь еще не такие сюрпризы вам преподнесет. Так что успехов вам и удачи. Это была программа «Свободный диалог». Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»